Дорогие друзья, всем доброе утро, меня зовут Роксолана, вы снова на моем канале, я свадебный организатор и организатор романтических мероприятий в Праге. И сегодня я хочу вас познакомить с одним из чудеснейших мест, но перед тем, как мы туда отправимся, посмотрите, где мы находимся. Карлов мост, величественный Карлов мост, визитная карточка Праги. Если мы сейчас посмотрим влево, с моей стороны, вот этот комплекс, огромнейшее здание, вот это с церквью и далее, которое располагается сразу напротив Карлова моста, это известнейший Клементинум. Клементинум это один из старейших комплексов Праги, который был построен, если я не ошибаюсь, 16-18 века, в барочном стиле, и там очень много всего загадочного, интересного. Только задумайтесь, библиотека Карлова на университете находится именно в комплексе Клементинум. Также там находится астрономическая башня, математический музей и много-много подобных интересных таинственных вещей. Ну а сегодня я здесь для вас рассказываю о Клементинуме не ради истории, в истории я не сильна, а вот рассказать о свадебной площадке, это как раз то, чем мы сегодня займемся. Перед тем, как мы туда отправимся, покажу вам две вещи. Клементинум это огромнейший квадратный комплекс площадью где-то в 20 тысяч квадратных метров, и первый вход, он находится вот здесь, сразу в арочке, буквально вот эти двери, куда мы сейчас отправимся, или же если пройти по вот этой улице, направляющейся к Старомневской площади, так там же есть вход в Клементинум, или же с обратной стороны. И как вы уже слышите, буквально два-три шага отсюда, была такая шумно-оживленная улица, но вот мы уже заходим в комплекс Клементинум, и здесь уже такая тишина, приятная атмосфера, прекрасные и красивые вот эти деревья, которые много-много тысяч лет, я так предполагаю. И вот как раз на территории Клементинума здесь и находится и монастырь, и математический музей, и астрономическая башня, с которой до сих пор ведутся наблюдения, погодные наблюдения и так далее. Здесь также расположена знаменитая библиотека, если вы вводите в поисковую систему Клементинум или библиотека в Праге, первое, что вы увидите, вот эту библиотеку, это та самая знаменитая золотая библиотека с глобусами и так далее. Но сегодня мы идем посмотреть немножко другой зал, это зал, где можно провести официальную регистрацию брака. Этот зал является площадкой ЗАГСа Праги-1, и действительно там можно сыграть свое свадебное торжество. Зал сделан в барочном стиле, очень красиво, сейчас мы его увидим, надеемся. Вот, съемочку мы будем проводить немножко втихаря, как туристы, потому что официально там снимать нельзя. Надеемся, что нам повезет и получится показать вам этот чудеснейший зал. Итак, друзья, мы находимся внутри комплекса Клементинум. Здесь проходят регулярные экскурсии, в течение этих экскурсий вы можете посетить вот эти самые знаменитые исторические части Клементинума. Ну, а я хочу вам показать, смотрите, вот мы только что зашли от Карлова моста, еще один вход, въезд для автомобиля находится с этой стороны. По правую руку находится улица, которая ведет к Старомневской площади. Но сейчас я хочу показать вот эта дверь, которая находится рядышком, прямо вот за нами. Это как раз и есть вход в знаменитый барочный зал Клементинума. Там и происходят свадебные торжества. На сегодня этот холл закрыт, но мы постараемся его показать. Я приду, в следующий раз покажу этот красивый зал изнутри. Он весь в золоте, очень красивый, очень торжественный. Там находится орган. И частенько этот зал используется для концертов органной музыки. Собственно, можно прийти, послушать классическую музыку. Также там есть пиано. То есть в течение вашей свадебной церемонии сопровождение музыкальное может проходить на пианино или на органе. Или, допустим, может меняться и на пианино, и на органе. Такая церемония у нас уже была. Также там достаточно большая вместительность. Примерно около 100 гостей может поместиться в этот зал. Что очень важно знать, это, конечно же, стоимости, которые интересуют всех. И стоимости аренды Клементинума делятся на три категории. Первое это 30 минут, когда вы арендуете зал только на 30 минут, в течение которого проходит только церемония. Потом быстренько пшепиток. Пшепиток я уже вам рассказывала в других наших видео. Это тост, когда вы поднимаете свой первый семейный тост. Шампанское распивается. Вы и только регистратор, без гостей. Далее вот этих 30 минут на свадьбу. Потом есть пакет 60 минут, где уже у вас есть время, помимо того, что сыграть свадьбу, выпить пшепиток и плюс еще пофотографироваться внутри зала. И другой вариант это 90 минут. Это стоимость, в которую включает в себя церемонию, фотографирование внутри зала. И потом фотографирование вот в этом прекрасном комплексе, во всех его частях, садах и так далее. И стоимость такой аренды 30 минут составляет 7500, 60 минут, то есть сейчас 12500 и полтора часа, если я не ошибаюсь, 17500. Стоимость это оплачивается, это пошлина, которая уходит чисто в Клементину. И, собственно, она включает только разрешение на то, что вы арендуете этот зал, то есть снимаете его на какое-то время. Музыкальное сопровождение в эту стоимость не включено, его нужно заказывать до отдельно. И какие-то, собственно, пошлины городу за регистрацию своей свадьбы тоже сюда не включаются. Это чисто аренда зала. Но это является официальной площадкой регистрации брака, выездной, куда приезжает ЗАГС в Праге-1. Итак, друзья, мы только что побывали в Клементину. Я вам показала этот прекраснейший комплекс, за мной главный вход в комплекс с Клементином. Вы увидели с Рацадлову Каплы, так называется она на чешском языке. Это зеркальный зал. Вы увидели новую свадебную площадку в Праге. Я надеюсь, что вам это понадобилось и видео вам понравилось. И в любом случае буду рада для вас организовать любого рода мероприятия, будь то свадьба или романтическое торжество, или просто семейное торжество. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И я была рада для вас показать еще кусочек нашей волшебной Праги. Всем пока!